Всем привет дорогие друзья! Сегодня в этом видео я покажу определенные настройки, которые следует отключить на своем Android смартфоне И эти настройки есть абсолютно на всех моделях телефона, нужно только поискать в зависимости от интерфейса, они могут располагаться в том или ином другом месте Итак ребята, давайте начинать, заходим в главные настройки и вот тут в строке поиска пишем спец Обратите внимание, появился пункт специальный доступ, заходим сюда, спускаемся чуть ниже и вот есть такой раздел как изменение системных настроек Мы сюда заходим, потом нажимаем пункт еще, показать системные процессы Ребят, и самое главное, что мы сейчас будем отключать, это те сервисы, которые имеют отношение к Google Абсолютно все Google сервисы, спускаемся чуть ниже, вот сервисы Google Play, заходим сюда, отключаем эту возможность И вот тут внизу у нас написано следующее предложение Приложение сможет изменять системные настройки Конечно же, это оно делать сможет, но до тех пор, пока мы вместе, мы не отключим эту галочку Мы ее отключаем, потому что в зависимости от модели телефона, системные настройки может изменять только лишь разработчик данных смартфонов Или у вас Xiaomi, или у вас Samsung Только эти разработчики имеют право изменять системные настройки Google сервисы, это уже немножечко другие разработчики, занимаются другими делами Но никак не нашими смартфонами Поэтому спускаемся ниже, следующая служба и обратная связь, тоже отключаем эту возможность Опускаемся ниже, смотрим Google Play Market, сюда тоже заходим и отключаем данную возможность Я это заранее уже все подключал, а теперь вам показываю Потом Google тоже отключаем, чуть ниже спускаемся Google Photo, тоже самое берем и отключаем В принципе, мы уже все отключили Единственное, можете еще отключить мессенджеры, которые тоже имеют доступ к вашему телефону В моем случае Viber, Telegram у меня нету Возможно, на вашем смартфоне тоже есть Viber или Telegram Wallpaper, если у вас есть на телефоне, тоже берите, отключайте Потому что этим приложением, в принципе, никто никогда не пользуется Оно просто так висит и работает в фоне Вот такие, ребят, получились настройки Я вам показал приложение, которое имеет доступ к изменениям системных настроек Этого делать не нужно, потому что доступ может иметь только лишь разработчик данного Android смартфона Ребят, если это видео вам понравилось, поддержите лайком Оставляйте свои добрые комментарии Подписывайтесь на канал Всем желаю успехов, удачи, ребят, и всем пока